Всем привет! Это новая серия о выживании в игре в Planet Crafter. Как всегда, я жду от тебя лайков и комментариев. Это очень важно для продвижения моих видео. Приятного просмотра, погнали! Так, заканчивается вода, надо попить. Еды у меня достаточно. Так, нового пока больше ничего нет, поэтому нужно увеличивать старое. Наверное, стоит сделать еще один разбрасыватель семян. Что там надо было? Сера, водоросли, метановый картридж точно нужен был. Так, теперь у меня достаточно ресурсов, чтобы посадить еще одну рощу с деревьями. Кстати, крайний лесочек тоже начал вырабатывать деревья. Но так ничего выглядит. Куда бы мне это посадить? Вот здесь есть прикольное такое озеро. Я думаю, вот сюда и посажу. Мне кажется, отличное место. Вот так. Все, семена принесу попозже. Что у нас по индексу терраформации? Давление растет отлично. Биомасса, ну, как-то растет. Тепло вообще не шевелится, да? Вот, нужно, значит, обогревашки ставить. Что нужно для обогревашек? Суперсплав, иридиовый стержень и взрывчатый порошок. Хорошо. Суперсплав мы вот здесь закажем. Суперсплав я закажу, пожалуй, в автокрафтере. Суперсплав. Я бы хотел сделать сразу два обогревателя. Это мне нужно два порошка, четыре стержня. Раз, два порошка, четыре стержня. И шесть суперсплавов. Хорошо, погнали. Дополнительные нагреватели, наверное, поставлю где-то здесь. В принципе... Кстати говоря, может быть, сделать для них какую-то площадку? Хорошая идея. Надо подсобрать чуть-чуть металла. Сейчас я это сделаю. Итак, металл я подсобрал. Сейчас буду ставить платформу. Ну, наверное, как-то вот так. Особо высоко задирать смысла нет. Сюда. Сюда. Да, конечно, обогреватели могли стоять спокойно и на земле. Но ведь так гораздо круче. Здесь будет целая площадка с нагревателями. Так, это сюда. Где мой нагреватель? Вот он. В принципе, вот на таком расстоянии, наверное, будет хорошо. Ну, вот такая площадка получилась. Чуть позже я ее еще раз шире увеличу. Добавлю сюда, наверное, еще обогреватели. Может быть, даже те перенесу. А то как-то они там вкудно стоят на берегу. Сейчас я бы хотел посмотреть, что там вообще падает с астероидов. Так, валится тут, кстати, алюминий. Интересно. Ну, ладно, алюминий мне пока не критичен. Поэтому вот железо можно подобрать. Первым делом я бы хотел заняться перестройкой своих буров. У меня стоят Т-3, а хочется Т-4. Но для этого надо много суперсплава. И осмия. За осмием надо идти в путь. Рядом нигде осмия не добыть. Ресурсы все, наверное, пока выложу сюда. Ну все, я полетел за осмием. Иридии, как всегда, пропускаем. Очень ценный, но не сейчас. Итак, где же найти осми? Осмия где-то был в той стороне. Я там, кажется, его складывал в ящик. В конце вот этого биома. О, вот это вот. Так, кварц это вещь нужная. Обязательно собираем кварц. Так, а тут у нас что? Территория около водопада резко зацвела вся деревьями. Прикольно. В прошлый раз этого не было. Что здесь? Здесь ничего. Разбираем. В таком случае сейчас нужно подышать. И пойду посмотрю, что там вообще. Тут у нас что? Осмия здесь нету. Ладно. Это пока оставим. Ну пойдем посмотрим, что здесь за тропический лес образовался. Так, ну я могу сказать, что выглядит этот лес, конечно, очень круто. О, паньки. Тут какой-то мост появился. Это явно неспроста. Интересно, куда меня ведет эта дорога. Она явно куда-то ведет. Абсолютно точно. Ну все, ресурсы на случай того, чтобы в непредвиденной ситуации подышать, у меня имеются. Так, если честно, выглядит это как абсолютный конец. Никаких ресурсов нет, ничего нет. Кислород, кстати, заканчивается. Надо бы поставить штучку и подышать. Еда и вода на всякий случай у меня с собой имеются. Поэтому можно достаточно долго здесь попутешествовать. Даже можно вот туда на гору смотаться. Хотя я в этом, конечно, очень сильно сомневаюсь. Так, ну в этих горах делать мне, по всей видимости, нечего. Видимость нулевая. Буду возвращаться в сторону своего дома. Кажется, я случайным образом нашел какой-то край этого мира. Хотя вот травка растет. Удивительно, конечно, почему здесь трава растет, а больше ничего нет. Никаких тебе ресурсов, никаких тебе деревьев. Опа. Здравствуйте, обыкновенная личинка. Так вот, зачем я сюда пришел. Как же я... Это, конечно, удивительно, что в таком огромном поле я нашел эту личинку. Подбираем. Используйте ее в инкубаторе для создания новых видов. Находится снаружи, когда достигается стадия насекомых. А у меня что, уже стадия насекомых? Вот еще одна личинка. Интересно. Так, что здесь? Здесь какая-то станция, по всей видимости, присутствует. Или спутник. Что это такое? Да, вот есть вход. Хорошо. О, еще одна личинка. Я пока не знаю, сколько мне нужно будет этих личинок. Но, пожалуй, собирать буду всех, каких буду находить. Такое я оставить не могу себе позволить. Опа, еще одна личинка. Как она, интересно, оказалась здесь внутри корабля. Каким образом она сюда заползла. Ну, оставим этот момент. Так. Сплошные цветы. Блин, у меня этих семян, если честно, уже очень много. Мне, наверное, такое количество и не надо. Так, лестница куда-то наверх идет. Как бы по ней забраться. Что у нас тут? Какой-то шлюзовой отсек. Двери не разбираются, не открываются. Но можно пройти вот сюда. Так, а вот это похоже на какие-то криокапсулы, как в фильме «Чужой». Возможно, кто-то прилетал на эту планету. Ну, абсолютно точно кто-то прилетал на эту планету. Тут уже все понятно. Так, как бы мне освободить свой инвентарь? Наверное, я вот это съем, вот это выпью и вот это соберу с собой. Железо оставляем, вот это подбираем. Семена, семена, семена оставлю. Ну, все, надо отсюда выбираться. Идти до дома, а потом вернусь. Все, я унести все равно не могу. Тут еще куча ресурсов. Очень много всего. Так, здесь у нас спальное помещение. Черчежи мне точно не нужны. Вот это я оставлю, вот это я соберу. Ну, вот так. Полный инвентарь. Все, забил. Можно выдвигаться домой. Ну, неплохо, конечно, залутался. Правда, то, что мне нужно было, я так и не нашел. А мне нужен был осмий. Мне кажется, что такими темпами скоро вся планета покроется этими деревьями. Это, конечно, очень хорошо. Ведь если на планете будет много лесов, это значит, что они будут выделять много кислорода. Соответственно, можно будет избавиться от всех этих баллонов, скафандров и прочего и дышать спокойно. Без маски, полной грудью. Соответственно, одна проблема. Кислород в данном случае будет уже не страшна абсолютно. Надо будет следить только за едой и водой. Это, конечно, все хорошо. Но, похоже, пора уже строить экстрактор куда-то в пещеру с осмием. Потому что найти его не получается. А осмия мне нужно много. Так, теперь выгружаем ресурсы. Сера пошла. Кстати, семена нужно все вернуть на место. Семена нужно все выгрузить вот сюда. Хорошо. Что делать с личинками? Личинки это, конечно, прекрасно. Но в лаборатории ничего такого личиночного я не наблюдал. Здесь тоже нету ничего. Следующий этап насекомые. Но у меня личинки уже есть. Как-то странно. А никакого нового строения с насекомыми я не наблюдаю тоже. Биокупол. Ладно, разберемся позже с этим. Наверное, скоро что-то появится для этих личинок. Ну, в таком случае, раз нет личинок, продолжаем развиваться. Сверху, кстати, мой лесочек выглядит вполне себе ничего. Так, а мне же надо было еще вот туда посадить дерево, да? У меня там устройство стоит. Надо сделать для него семя. Сейчас займемся. Хочу посмотреть еще ракеты. Так, астероидов это мне не надо. Вот, вот такую ракету я хочу запустить. Дает глобальный бонус генерации кислорода за счет рассеивания семян с орбиты. Чтобы было побольше растений. Нужна кора дерева, мутаген, образец бактерий, два суперсплава. Так, хорошо. Мутаген. Там нужно было для него, во-первых, две серы. Давай сразу возьмем четыре. Водоросли шесть возьмем. Два метановых картриджа. Суперсплава давай четыре. Два движка. Что еще там надо было? Вроде все. Воды надо точно взять с собой. Образец бактерий. И сразу делаем мутаген. И еще один образец бактерий. Еще один мутаген нам не нужен. Так, кажется все. А, подожди. Кара дерева. Точно вспомнил. Кару дерева-то я и забыл. Сейчас-то процесс пойдет уж точно. Где там она защитает мутагеновое поле с растениями для распространения семян. Ракета пошла. Как-то бесшумно, правда, она пошла. Но ладно. Прости мне это. GPS спутник Т1, Т2, Т3. Это я все запустил. Вот GPS спутник Т4. А нет, надо посмотреть сперва. Надо посмотреть, какой спутник я уже запускал, а какой нет. Что у меня там в картографии? Так, Т1, Т2, Т3, Т4 есть действительно. Т4 спутник нет. Т4 спутника нету. Все, значит нужен спутник Т4. Что нужно для спутника Т4? Во-первых, нужен ракетный двигатель. Нет, проще посмотреть, я так не вспомню. Вот они, везде закружились эти бактерии. И тут, и там сейчас по планете распространится огромное количество растений. Надеюсь, что деревья начнут расти в скором времени. Не только там, где я их сажаю. Так, Т3 есть. Т4, нужно ракетный двигатель. Одна штука, это у меня есть. Две печатных платы, микрочип компас и два суперстержня. Ракетный двигатель у меня есть. Суперстержень. Так, а их мне нужно сколько? А их мне нужно два. Как сделать второй? Нужен алюминий. Это тоже имеется. Так, два суперстержня, ракетный двигатель. Компас нужен был еще. Еще мне нужен был компас. Вот он. Кремний, магний, алюминий и алюминий. Два алюминия. Магний, кремний. Компас. Надеюсь, что я взял все. Итак, спутник... А, две печатные платы. Понял. Понял, принял. А где печатные платы? Это, конечно, вопрос. Они абсолютно точно где-то были. Но вот где? Я не знаю. Так, а где у меня печатные платы? Куда я их все делал? А, я знаю, куда я их делал. Я из них сделал дроны. Вот они. Печатные платы. Очень хорошо, что я их все потратил. Это сарказм, если что. Потому что, что делать с дронами, пока непонятно абсолютно. Они явно должны приносить какую-то мне пользу. Но как-то они этого делать не хотят. Я надеюсь, что микросхемы я возьму вот в этом корабле. Мне кажется, тут были стойки с аппаратурой. Да, вот они, которые я не разобрал. Так, итого, четыре печатных платы. Сейчас пройдемся. Может быть, еще где-то что-то есть, что я забыл. Что можно разобрать, подобрать. Раз уж я сюда пришел. Так, это не разбирается, не подбирается. О, вот еще технический мусор. А это значит еще четыре платы. Прекрасно. Здесь тоже ничего не открывается. Да пропустите. Какой-то корабль, если честно, маленький. Но главное, что печатные платы я добыл. А это значит, сейчас запустим новую ракету. Вот он, Т-4 GPS спутник. Интересно, у него, конечно, спутниковая антенна прямо на башке стоит. Мне кажется, она должна сгореть при взлете. Ну, конструктуру этой ракеты, думаю, видней. Что, личинка? Еще одна? Они, походу, как-то рандомно спавнятся, эти личинки. О, еще одна. Еще? Офигеть, а что вы тут делаете, ребята? Больше нигде нету. Три личинки. Причем до сих пор непонятно, что с этими личинками делать. Так, ракета у меня улетела. Т-4. И вот есть еще картографическая ракета. Ракетный двигатель, микрочип-компас, 2-8. Понятно, до свидания. Этого у меня нет. Ракета в визуализации дронов. А, так может мне вот это надо запустить? Стержень из суперсплава и ракетный двигатель. Давай-ка запустим. Стержень из суперсплава. Ага, суперсплава, до свидания. Зато он есть вот тут. Суперсплав пока заканчиваем крафтить. Я... Так, стоп. Я не закончил его крафтить. Вот так надо сделать. А, мне нужен теперь... Стержень же есть? Есть. Мне нужен теперь ракетный двигатель. Иридиостержень, 2 урана. Иридиостержень есть, 2 урана есть. Пойдем запускать. Что там за визуализация дронов такая? Поехали. Снова бесшумная ракета. Супер технологии. Ракета не издает абсолютно никаких звуков. Так, здесь у меня, кстати, семечко приготовилось. Надо будет его отнести и посадить. Что у нас тут на карте? На карте достаточно далеко можно отъехать, да? Это максимум, я так понимаю. И что мне дает эта карта? Да, собственно, ничего. Особо я тут ничего нового-то и не наблюдаю. А что с дронами? Дроны как висели, так и висят. А где визуализация обещанная? Ладно, сейчас с дронами разберемся. Сперва посадить дерево. А тут штука для деревьев у меня стоит построена. А семечко я туда до сих пор не загрузил. Кстати, это личинка другая, не обычная личинка. А это обыкновенная. О, еще одна личинка обыкновенная. Что написано? Использовать его в инкубаторе. Ну а где инкубатор-то? Вот еще личинка. Личинок я уже собрал полно. Что теперь с ними делать? Где мой инкубатор? Это разбрасыватель, биокупол, генератор, разбрасыватель, автокрафтер, манипулятор, экстрактор, сборщик. Это все не то. Производитель продуктов питания, коммуникация, маяк, нагреватель, генератор. Флорастент. А инкубатора у меня нет. Так, ну инкубатора здесь очевидно нет. Скорее всего мне нужно достичь еще определенного индекса терраформации, чтобы этот инкубатор появился. Так, ну сейчас я немножко расширю эту платформу. И наверное будем заниматься инкубатором. Экран информации об орбите. Вот же новые инкраны. Экран биомассы. Вот этого точно не было экрана. Этого точно не было. Это хорошо. Сейчас все будем строить. Платформу чуть-чуть расширил. Я думаю пока хватит. Ух ты, заканчивается кислород. Надо успеть. Давай, давай, давай. Бегом домой. Опа, личинка. Иди сюда. Так, что там с экраном было? С экраном было следующее. Экран терраформации у меня есть. Экран прогресс есть. Черчежи есть. Энергопотребление есть. Передачи есть. Картографирование есть. Вот, информация об орбите. Вот это нужно сделать. Микрочип компас. Осми и кремний. Подпись это нам не надо. И экран биомассы. Железо, кремний и алюминий. Разве его нету? Железо, кремний. Куда попробуем поставить? Итак. Экран с информацией об орбите. Вот такой маленький. Вот сюда его и поставим. Рядом с картографированием. Отлично. И что тут показывает? Это вот мои все ракеты. Ракета. Информационная ракета отправлена на GPS. Спутник Т1. Одна штука. Т2. Две штуки зачем-то я отправил. Т3. Т4. Ракета визуализации дронов. Хорошо. Ракета терраформации. Одна ракета для распространения семян. Кислорода 1000 дает. Шесть ракет для притяжения астероидов. Тепла 6000. Три ракеты защиты от макетового поля. Давление 3000. И одна ракета с растениями. Растения 1000. Планетарный вид. Ну ладно. Очень важная информация. Что с ней делать? Непонятно. Вот тут у нас. Вот инкубатор. Разблокируется при 5000 GTI. А так терраформирование 5000 я уже скоро получу. Ну 5000. Там миллионов или что? Фильтр воды. Телепорт. Обалдеть. Разбрасыватель семян деревьев. Осмиевый жезл. Термоядерный энергетический. Термоядерный энергетический элемент. Станция дронов. Активирует логистическую систему и позволяет создавать дронов. Понятно. Дронов я сделал, короче, слишком рано. Сам дурак. Ну ладно. Пусть дроны будут на будущее. Пока висят тут. Так. Ну а пока все это у меня терраформируется. Я, наверное, сделаю разбрасыватель семян. Еще один. Сплав, вода, удобрения. У меня там удобрения накопилось просто. Огромная куча. Надо это все использовать. Раз, два, три. Где-то еще было. Сейчас я все подсоберу в одну кучу. Какие семена будем разбрасывать? Надо самые, самые крутые какие-то. 150, 300. Вот. Вот такие семена. А, вот это есть вообще на 400. Хорошо. Вот это и разбросим. Так. Тут удобрений больше нет. А там удобрений надо сколько? А там нужно два. Так. А что нужно? Тут, кстати, есть цветки вот эти бодрые на 400. Ага. Я их сейчас посажу всех. Что нужно для удобрений? Вот этих черных. Так. Тут два мне не надо. Водоросли, серо и баклажан. Блин, а баклажаны я все съел вроде бы. Водоросли, серо и баклажан. Это хорошо. Водоросли у меня имеются. Допустим. Сера у меня тоже имеется. Давай три штучки возьмем. А вот с баклажанами могут возникнуть проблемы. Я же все съел. Нет, кстати, не все съел. Вот это вот заменим на баклажаны. И семена тоже сюда. Все. Три баклажана. Все, короче, все пусть растет. Так. Водоросли, серо, баклажан. Все имеется. Пошли крафтить. Раз удобрения. Два удобрения. И три удобрения. Мне кажется, надо было три штуки, да? Что еще там надо? А, вода и получается шесть суперсплава. Ну, я думаю, шесть суперсплава я найду. О, получу новый черчеж. Инкубатор. Сейчас. Погоди. Погоди, инкубатор. Не инкубируй пока ничего. А, кстати, мне не хватает одного суперсплава. Можем сделать? Да, можем сделать. Да, давай на все бабки делай, в принципе. Разбрасывать. Куда будем разбрасывать? Не знаю. Куда? Куда-нибудь. Ну, теперь-то терраформация пойдет еще бодрее. Кстати, тут этих личинок нападало очень много. Что делаем сейчас? Сейчас я бы хотел построить, наконец-то, вот этот новый инкубатор. У меня уже куча личинок там имеется. Нужно их всех инкубировать. Вот еще одна. Даже не знаю, нужно ли мне такое количество личинок или нет. Но они просто у меня есть. Насобирал, что называется. Что нужно для инкубатора? Кора дерева, суперсплав и кислородная капсула. Отлично. Сейчас все это соберу и буду крафтить.